Окончательная победа Окончательная победа Окончательная победа Окончательная победа сколько вот эти последствия травмы, которая оказалась гораздо серьезнее, чем казалось. Вот, поэтому его здесь нет. А что касается вот сути вопроса, как-то мы уже привыкли с ним уже вот две вот этих вот, такой вот период у нас, август и осень, то мы за Тирза наш бились, то за Манеж, да. Вот, ну, опять же, верил, не верил, а тут как Наполеон, надо ввязаться в бой, там посмотрим. И что касается вот этой ситуации, конкретно нам-то с Серегой вроде как бы Манеж для тренировок и не так и нужен был. Это вопрос всей краевой лёгкой атлетики, это гораздо шире, и вопрос там не только проведения турнира Шубенкова, проведения всего календаря соревнований по лёгкой атлетике и тренировочного процесса всех тренеров, поэтому это очень важный глобальный вопрос. А какой или чей аргумент стал решающим, за кем было последнее слово, Наталья Михайловна, за Министерством спорта или за кем всё-таки? Нет, слов было очень много сказано и проделана очень огромная работа по убеждению. По убеждению кого? Убеждать технический университет, что нельзя развивать какой-то вид спорта в ущерб другому виду спорта. Там же хотели всё сломать, всё сделать, прекрасные условия для футбола, мини-футбола, что якобы студентам больше интересны игровые виды спорта, чем лёгкая атлетика, поэтому всё сломать. Но я говорю, что Манеж с 1974 года работает, и там прекрасно уживались все виды спорта, поэтому вот большая именно вот эта работа проходила убедить руководство технического университета, что всё можно совмещать, и лёгкую атлетику на улицу не выгонять, и для мини-футбола, и для футбола, и для других видов спорта создавать условия. Поэтому там аргументы, там всё вместе, вкупе, я бы как сказала. Но там же вмешивались и представители Российской Федерации лёгкой атлетики в этот процесс. Ну, Сергей топовый спортсмен, он в мировом рейтинге занимает первую-вторую строчку всегда. Естественно, его отстаивали все вместе. Там, конечно, и Российская Федерация лёгкой атлетики, а главное, журналисты российские, они все за него горой стали. До сих пор. Да. Сейчас вот турнир в Минске проходил, о чём Ченз Богословской говорили? Про манеж говорили? Представляя Сергея, да, они минут пять уделили вот именно тому, что надо обязательно, чтобы в Алтайском крае был манеж. И уже Сергей давно пробежал, и уже другие виды показывают, там, метание диска и прочее. Они всё рассказывают про Сергея, как важно такому спортсмену иметь зимние условия тренироваться. В таком регионе. Да. Ну да, в итоге всё-таки какой-то ремонт в манеже будут делать, или всё останется как есть? Потому что вряд ли он вас устраивал, этот манеж, да, в том виде, в котором он существовал в последнее время. Михаиловна? Ну, дорожка была, конечно, и она и сейчас остаётся, дорожка в непотребном состоянии. А что, значит, какого-то ремонта, какой-то будет, какой-то они делают. Уже сейчас начался ремонт, и, может быть, там все эти бытовые комнаты, помещения подсобные, всё приведут в надлежащий вид, а дорожка, она останется пока-то позже. Ну, это косметический какой-то ремонт, да? Ну, наверное, косметический, можно его так назвать. А что касается дорожки, здесь теперь нам нужно делать проект, нужно проводить эти снова конкурсные торги, по-новой искать подрядчиков, кто будет строить, вот что за дорожку по-новой всё это делать. Это в том числе будет от Министерства спорта Алтайского края. В любом случае, это меньше из зол, безусловно, меньше из зол. Да, да. Ну, а насколько долго можно теперь тренироваться вам будет в Маниже и не переживать, что вот опять как что-то начнут перепрофилировать? Ну, пока формулировка какая-то вот такая не будет, что это временно, это временно. Хотя у нас в стране нет ничего более постоянного, чем временно. Пока, предположим, не будет всё слегка переформатировано вот примерно вот в таком виде, что до тех пор, пока у лёгкой атлетики края не будет подходящего помещения, куда они готовы перейти, они здесь останутся. Вот когда так будет всё это заявлено и объявлено где-нибудь высоко, можно будет успокоиться. А пока мы ведём с вами разговор именно в той парадигме, что ну пока мы их оставим, а там будем посмотреть, ну думаю, наверное, успокаиваться рано. Пока временно. Ну, пока так. Ну, вот на мой взгляд, хорошим бы было вот условием, если пока не построят новый современный манеж для лёгкой атлетики, кстати, место у нас уже выделено, чтобы вот этот манеж не трогали, чтобы всё-таки крыша была у лёгкой атлетов. Ну вот вы сейчас сказали, что место уже выделено, и на той же пресс-конференции в Министерстве спорта в августе, да, говорили, что нужен новый манеж для лёгкой атлетов края, и когда-то его даже уже там планировали на него какие-то деньги. Но проект ведь дорогой. Работаете в этом направлении? Министерство спорта или кто ещё? Конечно. Кстати, на Министерство спорта вышла первая Федерация лёгкой атлетики России, которая предложила построить манеж именно для Сергея, для тренеров. Это было раньше, это было где-то февраль-март, вот в это время, потому что Федерация лёгкой атлетики России провела переговоры с «Газпромом», и по программе «Газпром детям России» нам пообещали построить манеж, поскольку результаты у алтайских легкоатлетов впечатляющие. Порядка 16-17 человек ежегодно входят в сборную России по разным возрастным группам, и поэтому нам, вот как вы предложили, как вы посмотрите на то, что вам построить манеж. Но, естественно, мы согласились. А есть ли у вас место? Место у нас оказалось. Где место? Место на Антона Петрова. Хорошее место там. Хорошее место, большое, уже есть привязка, и мы быстренько описание этого участка отправили туда. То есть мы работаем, постоянно работаем над тем, чтобы заполучить средства на строительство этого манежа. Сколько нужно средств? Это инвесторов каких-то привлекать? Как это всё? Это «Газпром». Это будет «Газпром». Самое трудное для того, чтобы построить новое спортивное сооружение, это поиск средств. Строительство, именно укладка кирпичей, это может быть один год. А поиск средств, убеждать правительство сотрудничать с Федерацией, с Министерством спорта Российской Федерации, вот это длинный промежуток времени, долгий процесс. А когда может появиться вот этот манеж? Ну, начали, да, место нашли, тоже неговоримо о каких-то конкретных вещах. Стоимость, это, как вот вы спрашивали, это будет за миллиард, если это будет нормальный манеж, не только вот для тренировок, скажем, группы начальной подготовки, а нормальный манеж для проведения соревнований, такой стандартный, отвечающий всем требованиям, он за миллиард стоит. А переговоры о том, чтобы нам его построить в Барнауле, начнутся буквально скоро. Будет форум «Россия – спортивная держава», на котором министр спорта Алтайского края будет встречаться с министром спорта Российской Федерации и будет встречаться с руководителем «Газпрома» с Миллером, и все вместе они будут обсуждать вот именно строительство манежа у нас в Алтайском крае. Самое трудное – найти средства. Если средства найдут, это построят быстро. Я теперь думаю, что все-таки шанс, чтобы этот манеж появился у нас большой. Шанс большой, да, и теперь вот мы только просим, чтобы технический университет подождал вот это время. Сколько это будет год, полтора-два, пока неизвестно. Я думаю, что даже побольше придется подождать. Может быть, да, и побольше. Турнир на призы Сергея Шубенкова продолжится в манеже проводить? Ну, да, Михаил, а где нам все проводить? Идет очень часто активная подготовка. Уже идет подготовка. Я всегда начинаю это делать заранее. Я не люблю в спешке что-то там забыть и не так сделать. Подготовка началась, да. Вот как, кстати, настроение, Сергей? Вот только вы прилетели. Как вы вообще оцениваете старт это? Ну, это дело не в этом. Вы уже объяснили нам изначально. Ну, понимаете, старт эти сами по себе-то, они как бы никак не оцениваются. Все шло своим чередом. И в июле все было уже очень, в июне все было очень быстро. И в Рабате было все там примерно на уровне какие-то там 13.05. То есть там было 13-12 с падением, с таким, когда, скажем, на сходе с 10-го барьера он уже заделывал и потом там нырнул. Пикирование. Да, это было, да, такое крутое пике. Вот, поэтому эти соревнования нужны были ровно для того, чтобы вот тут и та подготовка, которую мы сейчас ведем, человек начал пробегиваться, простартоваться, соревноваться. Вот, как оценить? Ну, начали весело в Париже 13.88. Там чуть веселее было в Хорватии. И потом на уровне 13.30 сотами два старта. Вот, поэтому оценивать-то будем позже, уже, в общем-то, после дохи. Сейчас готовимся, 4 плотных дня в Барнауле, уезжаем на подготовительный сбор в Адлер. И, соответственно, 28-го летаем уже дох. Ну, травма дает о себе знать все еще. Понимаете, в чем дело? Там, я говорю, что вот надводная часть айсберга, когда человек падает и бьется коленом, и у него там инфекционный бурсит на правом колене. А подводная часть, которая больше, чем надводная, это когда тот, кто его, предположим, подсек, он падает ему на левую ногу и плавно уходит и левое колено, и левый голеностоп. При падении смещается поясница и защемляет, есть такой, понимаете, синдром защемления подвздошной мышцы. Защемляет ногу и не летит атакующая нога, потому что там, как бы, поясница щемит. То есть последствия этой травмы, этой травмы, они до сих пор, вне всякого сомнения, сказываются и в каждом старте, ну, от них пока избавиться не удалось. Ну, как нас, кстати, очень тепло встречают на всех стартах международных. Приезжаем, менеджеры все подходят, и вот последнее был, Дэниэль подходит и говорит, бэтэ энд бэтэ, то есть лучше и лучше, ну, что ты, успокойся, вроде, все нормально. Я такой стою, может быть, немножко недоволен, бэтэ энд бэтэ, все. Ну можно так сказать, да лучше и лучше Но цель-то она там Как оно все сложится, посмотрим Чемпионат мира вот совсем-совсем Три недели осталось Вы уже выезжаете, когда первые старты Когда там полуфиналы, финалы Мы 30-го бежим, предварительный забег А там, дай бог, день пропуска И второго, собственно, все должно решаться Я желаю вам успехов И, как сказать, чтобы беты и беты Беты и беты Чтобы все было лучше Спасибо вам большое Ну и надеемся, что все-таки долго Вам разрешат еще в Маниже тренироваться И сделают более, какие-то лучшие условия Опять же, беты и беты там для вас Спасибо большое А я напомню, что сегодня мы говорили С заслуженным тренером России По легкой атлетике Сергеем Клевцовым И Натальей Шубенковой Вице-президентом Краевой Федерации легкой атлетики Начальником отдела подготовки спортивного резерва И развития студенческого спорта Министерства спорта Алтайского края Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!